Естественно, к этим тоже приспосабливаются и используют краски масляные, которые разжижают для более жидкого состояния, чтобы можно было наносить. Но так как мне попались лаки, которые уже не пользовались, они начали со временем отделять густую смесь от разбавителя и не отдали прикорчить, что-нибудь не привыкли. Ну, я и так пробовала и все, а потом как-то новость на эту вещь и проэкспериментировала. Но мне результат понравился. Правда, здесь я пробовала на основе клейстера. И получается из-за того, что густая масса, лак не менее жидкий, он весомен. Он начинает сгущаться, некоторые капельки опускаются. Поэтому получается рельеф появляется. То, что где-то он гуще, где-то тоньше, в зависимости от того, насколько лак загустен. Поэтому чем же же лак, тем он лучше получается. Ну и, соответственно, лак от слова лакировки, да, лак, который имеет пленочку, он, естественно, тоже отличается от тех профессиональных красок эбро, которые растекаются красиво. Здесь уже более точный рисунок. И, соответственно, если в классическом эбро мы можем вводить, и оно будет тянуться цвет за той же шпажкой или специальное приспособление с щеточками, то здесь нет. Потому что лак, естественно, сразу схватывается. И что здесь получается? Вы сразу, когда примерно себе представляете, что бы вы хотели, какие цвета исполнили. И сразу, когда капнули, сразу шпажкой или чем-то поправляете направление, оставляете и наносите рядом другой цвет и тоже поправляете. И так постепенно вы заполняете поверхность воды. И потом в дальнейшем вы уже используете. Вы или на какую-либо емкость, ну, когда прозрачно, она не так имеет яркий эффект, когда есть подложка, какая-то беленькая. Или сам предмет, может быть. Я не могу найти кружку, на которую я пробовала первую именно. И без загустителя, чисто на воде. Она была более прозрачной и четче рисунок. Поэтому мы с вами без загустителя попробуем. Тем более жара, она дает пленку тоже. Поэтому мы сделаем обычную. Ну и, конечно, изначально, которая прорудилась, это для бумаги. Вот, пожалуйста, когда нам на бумаге выключаются. Это лак, он более, естественно, ярче, четче получается. И тоже направление. И для лака, получается, я убедилась, что не требуется загустителя, потому что все равно лак сгубает на воде. Хорошо. Лак сгубана. Продолжение следует...